Макака на велосипеде, львы на канате и полеты под куполом цирка без страховки. В Саратове прошла премьера гастролей программы «Марицы и Дана Запашина». Чем сегодня удивляет знаменитая цирковая фамилия поклонников циркового искусства в нашем следующем сюжете. Сегодня премьера грандиозной программы, династия которых насчитывает более 150 лет. В Саратов приехали знаменитые запашные на премьере «Аншлаг». Всем известно, что запашные – это в первую очередь дрессура животных. От мохнатых и хвостатых и ждут главных чудес. Вот со своими питомцами появляется Марица Вальтеровна Запашная. Известная дрессурой пантер, теперь она выводит на арену кавказских овчарок. Эти чабанные собаки-одиночки в принципе считаются неподдающимися дрессировке. Но… Я могу сказать один секрет. Нет животных, которые не поддаются дрессировке. Есть люди, которые не могут дрессировать. Умилительно наблюдать за работой вот этой парочки. Человек и обезьяна обмениваются поцелуями и, кажется, понимают друг друга без слов. Дрессировщиков шампанзе в России можно пересчитать по пальцам одной руки. И один из них дан запашный. Обезьяна Мальта попала к нему в годовалом возрасте из ростовского зоопарка. И за пять лет стала равноценным партнером. Мальта выполняет совершенно человеческие акробатические номера. Стойки, двойные кульбиты, колесо, сальто. Запашный свою работу шампанзе не считает чистой дрессурой. Говорит, у нас партнерские отношения. Шампанзе – это человекообразное животное. И животное сложно назвать, потому что у них интеллект. Но я вам совершенно точно могу сказать, ну, пятилетнего ребенка. Поэтому это больше интеллектуальная работа. И здесь, скажем, надо очень много думать. И правильно, скажем, подходить, правильно ее воспитывать. Вот в этом и есть секрет. Самая бесстрашная артистка в этой программе, без сомнения, Ольга Борисова. В первом отделении она вальсировала с буа из трех живых питонов на шее. Вес одной змеи – до 50 килограммов. А во втором отделении Ольга вошла в клетку к молодым львам. Десять лет у нее не получалось добиться от хищника пройти по канатам на высоте трех метров. Львы очень боятся высоты, и такой трюк – тонкая работа. Но в Саратове случился дебют. В этом номере много объятий. Дрессура Борисовой вообще отличается контактностью с животными. На цирковом языке это называется «работать корпусом». Так у артистов больше свободы, хотя и опаснее. Как объяснить контактную дрессуру? Дрессировщику очень больно. То есть вот приходит животное. Он все равно дикарь. Мы учим, чтобы он брал мясо с руки. Но сначала, естественно, эти руки страдают. И, естественно, все эти объятия, все эти поцелуи, я пару раз так получала по уху, что в глазах звенело. Отлетаешь метра на полтора, стоишь, прийти в себя не можешь. Но о шарамах и укусах зритель не догадывается. Особенно на премьере, которая случилась в преддверии 8 марта. В номерах гимнастов без труда читались послания о любви. Мне запомнилось, когда женщина поднималась на самый верх и прыгнула. Акробатика, наверное, которая с лентами, с этими длинными под куполом цирка. Вот это, да, впечатлило. Просто, как сказать, молилась за них, чтобы они не упали. Потом им хлопала громко. Опасный трюк под куполом цирка на высоте 18 метров гимнасты исполнят еще не раз. Гастроли программы под руководством Марицы Запашиной будут идти в Саратове до 5 апреля. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.